Фортепиано Халин Григорь Здравствуйте! Я преподаватель класса органа. Это моя ученица. Это наш инструмент. Как большинство органов, в нем есть несколько клавиатур, которые называются мануалами. Первый мануал, второй мануал и педальные клавиатуры. Здесь можно увидеть регистры. Регистры — это тембры, которые имеют разнообразные названия, многие из которых похожи на названия инструментов оркестра. Например, есть регистр флейта. Есть регистр под названием тромпет — труба. Если совмещать регистры, получаются интересные звучания. И самое известное — органу плену. Полное звучание органа. Приходите к нам учиться на органе. Здравствуйте, мои маленькие друзья! Я преподаю скрипку в детской музыкальной школе. Скрипка — это самая-самая королевичная всех инструментов. И она больше всех похожа на человеческий голос. Но она умеет играть не только человеческим голосом. Она умеет подражать еще всяким разным и музыкальным инструментам, и явлениям. Если вы хотите, я могу это продемонстрировать. Например, скрипка может играть почти что как флейта. Скрипка может играть похоже на арфу. Или на лайку. Скрипка может изображать вой ветра. И даже скрипка может изображать как танцуют скелеты. Она может ржать как лошадка. Или барабанить как барабанчик. А как звучит скрипка по-настоящему, вы сейчас услышите в нашем ролике. Приходите к нам учиться. Потому что скрипка — самый замечательный инструмент. И у вас будут очень острые ушки. У вас будет хороший слух. Вы будете прекрасно себя выражать на инструменте. Будете веселыми и довольными юными скрипачами. Приходите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прозвучал отрывок из Гавота Глюка на виолончели. Приходите к нам учиться на таком замечательном инструменте. Я занимаюсь в классе арфы. Это очень нежный, мелодичный, красивый инструмент. Приходите заниматься в класс арфы. Здравствуйте! Приглашаем вас обучаться прекрасному духовому инструменту флейте. Это один из самых древних инструментов, который имеет корни в Древней Китае и Древней Египте. Этот инструмент совершенно замечательный. И вот сейчас вы услышите, как он звучит. Субтитры создавал DimaTorzok Также в нашем классе обучается видовым инструментом, таким как пиколка. Это профессиональный оркестровый инструмент, но для детей, у которых пока еще не высокого роста, пиколка очень хорошо подходит для начального обучения. Приглашаю вас обучаться в класс флейте. Это у нас саксофон. Ученик первого класса Степан, который очень любит заниматься на саксофоне. Саксофон у нас относится к группе деревянных духовых инструментов, из-за чего все удивляются. Здесь вот Степа у нас тоже не знал, потому что на самом деле инструмент из плав меди и цинка, иногда добавляют латунь или никель. Вроде бы казалось металлический инструмент, но за счет того, что вот у него тросточка и он штучок, как у кларнета у деревянных духовых инструментов. Инструмент используется в любом месте, и в симфоническом, и в духовом, и особенно в джазовом оркестре в астрадном. Степа сыграет у нас гамочку. Давай, Степа, звук. Приходите к нам учиться играть на саксофоне. Я преподаватель по классу трубы. Вот один из моих учеников, Миша, начал заниматься на трубе в шести с половиной лет. Сначала на блокфлейте, правда, а потом на такой трубе, называется Покет, карманная. Ее еще называют. Миша, почему тебе нравится на трубе играть? Потому что она громко играет. Молодец. Вот Захар, он начал заниматься вообще с четырех лет. Да, поначалу играл на блокфлейте также, потом на такой же карманной трубе Покет. Сейчас вот уже на большой трубе. Сейчас он в четвертом классе. Захар, тебе почему нравится на трубе играть? Потому что труба красиво звучит. Приходите к нам учиться! Класс трубы. Я преподаватель детской музыкальной школы имени Эдуарда Григо. Я преподаю класс медных духовых инструментов. В медные духовые инструменты входят труба, тенор, баритон, тромбон, волторна и тубор. Также я веду детский духовой оркестр «Дружба». Это мои ученики. Гришанин Вася и тараканов Миша. Миша, сыграй нам произведение. Ты сейчас изучаешь произведение балладу в Щелоково. Сыграй, пожалуйста. А мы послушаем, как звучит инструмент. Повернись. Гришанин Вася и тараканов Миша. Гришанин Вася и тараканов Миша. Молодец. Справился. Приходите к нам в школу учиться. Приводите своих детей, мальчиков и девочек на духовые инструменты. Всего доброго. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Алексеевич. Я педагог по ударным инструментам в детской музыкальной школе Эдуарда Грига. Сейчас вы слышали музыкальный инструмент «Ксилофон». Очень яркий. Еще в нашей музыкальной школе преподают малый барабан. В музыкальной школе обучаются дети с 5 лет. А дети постарше имеют возможность обучаться на ударной установке. Приходите к нам учиться на ударных инструментах. Звучит музыка. Так, познакомьтесь малый оркестр русских народных инструментов. Каледоскоп, Верний и каледоскопчик. У нас здесь есть добрый малый. Да? У девочки. У нас есть баняны. У нас аккордеоны. У нас есть буси. Сейчас Настюша сыграет, есть ударные инструменты и фортепиано. Так, сыграем кусочек в ассерон бороду рябина. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, этот инструмент называется баян или кнопочный аккордеон. А Лоренц у нас сколько лет занимается на баяне? Пять. Да, Лоренц занимается с четырех лет. Пришел к нам в школу, и мы выбрали этот инструмент. Нравится? Ну да. Да, а почему тебе нравится? Ну... Ну... Потому что наш инструмент может быть певучим. Да. Можно что-то на нем спеть. Также на наш инструмент может быть какой? Веселый? Да. И грустный тоже может быть. Ты сейчас играла веселое произведение? Ну, Полька такая танцевальная, очень изящная Полечка. Баяны у нас разные. Есть маленькие баянчики для детей четырех лет. Вот такой. Он очень легкий. Весит всего четыре килограмма. А когда Лоренц подрастет, у него будет вот такой баянчик. Даже с тембрами. Много-много-много возможностей. Итак, ребята, ждем вас в нашу школу и заниматься на баяне. Мы с вами находимся в классе баяна и аккордеона. Это самый лучший на свете инструмент. Он очень красивый. И Арсюше очень этот инструмент нравится. Арсюш, ты в классе аккордеона почему пришел учиться? Ну, потому что аккордеон мне он понравился. У него красивый звук, у него есть регистры разные. А ты уже научился играть на аккордеону? А ты сразу вот на этом маленьком аккордеоне начал учиться? Или еще меньше у тебя было аккордеону? На этом. Сразу на этом. Вот Арсюша пришел, стань дорогой. Вот мы с такого роста. Мы пришли, были еще меньше. Этого закона уже будет. Разки, садись, пожалуйста. А ты умеешь уже играть двумя руками? А аккордеон похож на какой-нибудь другой инструмент? Ну, на пианино похож. А еще на какой-нибудь похож? На рояль. На рояль похож. Похож немножко на бояться и левой клавиатурой. Трудно на левой клавиатуре играть. Она такая не похожая. Там у нас кнопочки. Не, ну. Арсюша занимается дома с удовольствием. И достиг определенных успехов. И сейчас он сыграет пьесу Беликова, которая называется «Маша растеряшка». Обычно артисты встают и кланяются. Арсюша сдал все экзамены на пятерки. И мы с удовольствием ждем наших маленьких поступающих детей в класса «Кардиогна». Добрый день. Хочу представить вам инструмент «Домра». Это русский народный инструмент. Первое упоминание о нем в 16 веке. Относится к 16 веку. Домра бывает разновидности. Домра присутствует. Домра малая, альтовая, басовая. Это оркестровый инструмент. Также играют на этом инструменте соло. В данном случае у нас Саша Висеева. Представит нам, исполнит болеро Толедо Мицакапо. Сашенька учится в пятом классе. Уже участвовала в конкурсах различных. Также принимает участие в оркестре русских народных инструментов. У нас в школе два оркестра. Старший оркестр «Каридоскоп» и младшая группа оркестра «Каридоскоп». У Сашенька участвует в оркестре старшей группы. И сейчас оркестр собирается ехать в Бельгию на международный конкурс. Поэтому в классе по специальности мы совершенствуем свое мастерство. И мы сейчас продемонстрируем вам пьеску «Болеро Толедо». «Болеро Толедо» Приходите к нам учиться на Домру. Здравствуйте! Я преподаватель по классу балалайки школы имени Эдварда Криви. Сегодня мы хотели бы вам рассказать, что можно на нашей многокранной балалайке играть. Первое, что можно играть на балалайке, конечно же, это русская народная музыка. И сегодня ученик второго класса Кирилл Яковлев, лауреат уже всероссийского конкурса третьей степени, вам покажет, что можно играть. Давай, русскую народную песню светит месяц. Помимо, конечно же, русской народной музыки, существует мнение, что кроме русской народной музыки на балалайке ничего нельзя играть. Но это мнение ошибочно. На балалайке можно играть совершенно любую музыку. И сейчас Кирилл вам покажет, как можно играть музыку для флейт и приложение концерта Вивальди Соль Мажор. Первую часть. Еще балалайка отличается от всех инструментов обилием приемов игры. Ни на каком инструменте нет такого разнообразия приема. Первый прием – это бриацелье. Еще существуют различные производные, например, одинарные пиццкадры. Бывает двойная пиццкадры. И также есть различная куча красочных приемов, например, сдергивание. Совершенно без правой руки. Есть такой прием, который называется вибратор. Еще есть такой прием, как дроби различные. Есть тремоло. И так далее. А более точно об этих приемах вы можете узнать, если придете к нам на обучение. Я занимаюсь на гитаре с шести лет. У своей любимой преподавательницы Людмилы Александровны. Я учусь уже здесь четыре года. Например, я могу вам сыграть «Бабу-югу» от рыбок. Моей сестре очень понравился мой инструмент. И она пошла за мной. Приходите к нам заниматься. Здесь очень интересно. Если вы хотите быть хозяином своего голоса, приходите к нам. Отделение сольного пения предлагает несколько направлений. Академический вокал, народный, эстрадный и эстрадно-джазовый. Песня «Бабу-югу» Песня «Бабу-югу» Песня «Бабу-югу» Песня «Бабу-юга» Песня «Бабу-юга» Субтитры создавал DimaTorzok